Сначала я скажу одну простую вещь, что наше общество меняется. Может быть, меня политики простят, но я скажу, что вообще концепция государства как таковых меняется. И просто как поинвестировать, приведу этот такой интересный пример. В этом весной я участвовал, пригласил меня участвовать в форуме ДАОСа, и была панельная дискуссия, и, значит, министр коммуникации Индонезии с гордостью объявлял Индонезию большим рынком, которым 300 миллионов людей, которым сильно рождаются мобильные интим-коммуникации и прочее, а модератором сессии был редактор Жуфан Таинс. И когда он упомянул Индонезию 300 миллионов, он сказал, вау, это же половина Фейсбука. И мне такая интересная мысль пришла, что действительно, если посчитать самые большие государства, самые мощные экономические, политические, то после Китая, Индии, по Фейсбуку, люди объединяются горизонтально, вертикальные какие-то условные границы исчезают из-за двух простых вещей, интернет и дешевые самолеты. Ну, дешевые немножко подождать придется. Но любую Европу-столицу, любую Европу-столицу, но сейчас летать за 30 евро, правильно, в честь того, что у тебя столько летишь. 50 тысяч, опоздаешь. Но если посмотрю в Америку, реально, люди летают, в основном, так на работе. Вот с утра в 7 часов садишься, в 7.30 в Лос-Анджелес, в Сан-Франциско, летаешь, вечером домой летаешь. И концепция общих территорий, территориальных различий, она меняется, она исчезает. Посмотреть, что говорится, в Азии, в Африке, твитеры, фейсбуки просто переворачиваются как на голову государства, где казалось, что и демократия определить невозможно. И как представитель, скажем так, более молодого, не хочется так, более молодого поколения, и не совсем государственного, даже просты, меня. Просто я хочу вам сказать, что ваша гуманитарная роль и ваша концепция, она меняется. Такие горизонтальные связи, горизонтальные идеи, они имеют сильное будущее. И как такова роль государства сильно меняется. И вам стоит строить новые государства в новых фейсбуках, в новых квитерах и в новых социальных сетях по совсем новым принципам. Там, где действительно территория, не имеет значения. Я был сюда, мне хотелось сначала стать такой мотивационный, чтобы всем захотелось сразу завтра под своей компактой. В отдельно взятой странице, если короче говоря. Но потом я понял, что мотивации вот здесь уже как бы не надо. Она видится уже во всем, в целом фактах. Я вот тоже разговаривал немножко, пару слов перед этим выступлением. Что несмотря на то, что поезда останавливают, присут на границе и прочее, прочее, все равно студенты сюда едут. Я думаю, вы знаете, таким людям мотивация дополнительная уже, наверное, не нужна. И я вспомнил один из самых-самых, скажем так, сильных уроков в своей жизни. И это было в университете. Один новым уважаемым преподавателем оставил один простой, образный, не эксперимент, а демонстрацию. Представьте, мы сидим в зале, значит, такие, мои лотеря наиболее глупые, он такой весь оседя философ, такой в жизни наученный. Не обязательно обвиняйте на ноги. Именно он вырубил. И ставит фазу на стол, пустая, стеклянная, большая ваза. И ложит в нее камни такие, такие большие вверхи. Ну, пока ваза не напомнилась. И после этого, значит, спрашивает нас, молодых, наивных, значит, вот посмотрите, я вот заполню глазу камнями, как вам кажется, она полная уже или нет? Ну, там камень с верху торчат, но я говорю, конечно, полная. Он ничего вообще, ничего не говорит, значит, то есть вот камешки поменьше и так рассыпает между вот этими большими камнями и говорит, а как сейчас, полная или нет? Ну, у него такие менее уверенные голоса, ну, вроде теперь уже точно полная. Он достает какой-то еще фесок. Насыпает, получит. И говорит, как сейчас. Молчит уже. Он достает стакан воды. Да, и даже не валевает, потому что все ясно, но у нас спрашивают, знаете, если бы паса была наша жизнь, то вот какой вывод вы бы сделали из этого эксперимента или демонстрации? Ну, такие молодые, глупые понимаются, конечно, все ясно, что как бы ни была полна жизнь, всегда нужно еще ее больше принять, питать, больше сделать и так далее. Вы знаете, не обижайтесь, но вы глупые. Самый главный вывод, что если вы сначала не сможете большие камни, то большие камни уже не сможете никогда. И вот то, что я точно могу сказать по личному опыту, что приоритизация, вычленение, что на самом деле главное, что второстепенное, это очень-очень трудная задача, потому что жизнь, как и эта ваза, наполняется песком, камушками, какие-то дела надо ответить, куда-то там что-то сходить, зарегистрировать, там еще что-то, кто-то где-то хочет. Сейчас у вас перед собой чистые действия. Можете на нем нарисовать все, что хотите. Не будут мне собрать уже те, которые жить дольше, чем в бизнесе или государстве, или где-то. Каждый день состоит из тысяч мейлов, звонков, каких-то второстепенных, трепестепенных, пятистепенных, мелких задач. И вот в этом вот потоке уже сейчас, скажем так, нашему даже поколению, невозможно положить большие таны перед собой. И вот что я хотел пожелать от этой аудитории, что университет диплом это очень большой тайм вашего, правильный. Те, которые отказались от этого, скажем так, они сделали большую ошибку, уже никогда к этому не вернуться. Доказательство я, который в свое время не получил магистров свой диплом, а потом отложу на год, на два, на три, и до сих пор его не имею. Вот. То есть, если сначала это не сделать, то это потом невозможно. И сейчас, я скажу, в последний раз проходите этап, когда вы очень тесно общаетесь с людьми в автоклассе. То есть, вам кажется, что эта концепция отношений, как бы, одноклассники, одногруппники, она будет такой на всей жизни, я скажу, ничего подобного. Фрагментация в ваших отношениях вообще с ними с работой будет высока. То есть, люди, которые будут дальше встречаться, уже не будут никогда так виски. И вообще на Западе концепция о любви, концепция вот этой вот группы, одноклассников, одногруппников, она всегда самая сильная во всех областях. Опять же, перейду простой банальный пример. В начале этого года мы проводили большую инвестицию с одного инвестиционного фонда в Нью-Йорке. Тайка Клопа, они инвестировали в Фейсбук, они содержат LinkedIn, Twitter, то есть, такие большие ребята там управляют около 15 миллиардов долларов и прочее. К ним там дорога на три года вперед выстроена, интересантов и все прочее. Банальная вещь. Рекомендацию к ним написал мой одногруппник. Только благодаря этой рекомендации, что вот парень посмотрел, сказал, мы с ним посидели, вспомнили учебный год, он сказал, знаешь, а вот это, мне кажется, что-то может выйти. Только из-за этого. Потому что, в конце концов, руками, где-то руки выжимают друг друга люди, как бы ни было в политизации, что бы они делали. В конце концов, отношения это самое главное. А люди, это экономически, политически, духовно, скажем так, одно из самых сильных социальных и чековых классов. Поэтому могу порадоваться, чтобы вы правильно выложили свой путь, могу порадоваться, чтобы правильно положили свой путь. Хочется пожаловать в выборость, чтобы вы видели, что важно, что нет. На этом я закончу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»